О том, как необходимо вести себя, входя в храм, и что нужно при этом делать, мы все очень хорошо знаем. Причем знают это не только верующие церковные люди, но и даже те, кто приходит в церковь время от времени. Продительски в каждом молитвослове, почти в каждой книжке, где говорится о поведении в храме, рассказывается, что при входе в храм необходимо остановиться, трижды перекреститься, поклонясь и произнеся краткую молитву, и после этого только заходить в храм. Зная это, мы, конечно, к этому успели привыкнуть. Очень многие эти действия совершают автоматически и не задумываясь. Пришли, перекрестились, поклонились, зашли в храм, пошли на службу. И все. Правда, потом происходит так, что и служба уже началась, а мы все никак на молитву не настроимся. И вроде бы как молиться пришли, а находимся мыслями где угодно, только не в храме. А все потому, что, помимо всего прочего, не обращаем внимания на такое, казалось бы, привычное и само собой разумеющееся действие. А между тем, у этого привычного и, на первый взгляд, маловажного действия есть серьезный практический смысл. Наверняка вы обращали внимание на то, что почти в каждом молитвословии, перед началом утренних молитв, есть кратненькое наставление. Касается оно того, что перед тем, как начать молиться, необходимо просто какое-то время молча постоять у икон. Постоять для того, чтобы чувства пришли в состояние тишины, чтобы настроиться на молитву, и эта молитва в итоге была более внимательной, сосредоточенной, правильной. Именно такой смысл у тех действий, которые мы совершаем при входе в храм. Свой путь в храм мы начинаем с остановки. Ведь в храм мы приходим из мира, из суеты. И суета это живет вокруг нас, суета это живет в нас. И всегда есть опасность того, что придя в храм, мы эту суету принесем туда с собой в душе. И, конечно, о какой молитве тогда может быть речь. И вот поэтому перед тем, как заходить в храм, необходимо остановиться, необходимо сосредоточиться, необходимо отбросить посторонние мысли, произнести краткую молитву, перекреститься, совершить поклон и только после этого заходить в храм. Уже более сосредоточенными, внимательными и настроенными на молитву. Конечно, не только от этого зависит внимательность нашей молитвы, но и подобными, на первый взгляд, маловажными вещами ни в коем случае не стоит пренебрегать. И тогда мы сумеем в храме помолиться более внимательно. Тогда мы принесем Богу сердце действительно сокрушенное и неисмиренное, а неисполненное суетой. Субтитры создавал DimaTorzok